На соревновании консьержка Года победила Валентина Петровна, которая просто не впустила всех остальных на соревнования. Следующий номер посвящается всем пожилым дамам, от настроения которых зависит, попадете вы в подъезд или нет. Итак, смотрим. Алло, слушай, ну как хочешь, кофейку попьем, венца, если хочешь, я за шампански взгоняю. Слушай, ну я сразу предупреждаю тебя, время уже идет, так что давай быстрее. В смысле идет? Ну ты как деньги отдал, так время пошло. Потропись, Маша. Ух ты, как знал, я с утра постель не застилал. Прям как знал, сейчас, секундочку. А можно открыть нам? Сейчас, секундочку. Иду, иду. А побыстрее можно немножко? Я с 206-й квартиры, я просто ключи забыл от домофона. Откруйте нам. Иду, иду. Я говорю, с 206-й квартиры, можно открыть нам. Кто там? Ты кто? Значит, я Козякин Сергей, 206-я квартира, пожалуйста, откройте. Что-то ты не очень похож на мальчика из 206-й квартиры. Ты такой спокойный, постоянно такой флегматичный. Ты что, спсихованный, не бы куда спешишь. Послушайте, женщина, вас как зовут? Меня Петровна. Петровна, супер. И имя у вас есть? Звитки я знаю, кем я уже 30 роков, все Петровна зовут. Значит так, Петровна, список, журнал жильцов, посмотрите. Козякин, 206-я квартира. Козякин, 206-я квартира. Так, квартира номер один, Сидоров. Квартира номер два, Тараненко. Петровна, вы что, издеваетесь? Можно 206-ю сразу посмотреть? Вот, зараза, сбил. Квартира номер один, Сидоров. Послушай, видишь, а можно время остановить? Ну, в форс-мажорной ситуации. Не, подожди, это не форс-мажорная ситуация. Форс-мажорная ситуация, это когда парень решил меня со своей семьей познакомить, а я там некоторых уже знала. А это так, давай, поторопьтесь. Петровна, пожалуйста, Петровна. Петровна, вы видите меня, Петровна? Что? Да, вот если сейчас не откройте дверь, увидите здесь не очень приятную картину. Слушай, Козякин, мне уже 72 года, я каждое утро в зеркало бачу, на дуже приемную картину. Слушай, а у тебя когда-нибудь был космический секс? В смысле? В смысле, тут рядом детская площадка, там ракета стоит. Не-не, космонавт, мы так не договаривались, давай. Петровна, пожалуйста, Петровна. О, нашла, нашла, нашла. Ну, так открывайте. Козякин, да? Да, Козякин. Все, нашла. Тико тут задолженность за полгода по консержам. Блин, так в чем проблема? Я прям сейчас расчистаю. Петровна, отдам деньги, ну, сколько там? Ну, смотри, начать. Януар 200. Февраль, 200. Март, 200. Ну, понятно, апрель, 200, там, ну, так далее, сколько там? 1800, лихотня. Блин, 1600. А у тебя деньги есть? Ты сейчас ничего не перепутал. Ну, слушай, ну, уйдешь на 200 гривен раньше, подумаешь. Вообще ужина. Сейчас, Петровна, сейчас. Ой, дай бог тебе здоровья. Есть, есть, Петровна, открывай. Ну, ты, слава богу. Деньги, бабло давай. Давайте быстрее. Давай, заходь. Во! Давай, стоять, тихо, стопе. О, тихо, пошла, тихо. А це кто с тобой? Сестра моя. Сестренка приехала погостить у него через час. Поезд мой буквально на часик. Через 35 минут. Через 35 минут время идет, Петровна, ну. Серьезно? Да. Чуешь, Козякин? А вы с Петровым с пятого этажа родственники? Чего? Ну, потому что твоя сестра, походу, еще и ее сестра. Она у нее каждые выходные по две годы не гостит. Чуешь? А я к твою сестру зовут? Как тебя зовут? А мы просто давно не виделись, я забыл. Понятно. Джессика. 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 Джессика? То есть ты, получается, Козякин Сережа. А у нас Козякина Джессика. Хорошо, Петровна. Хорошо, никакая она не сестра. А это девушка легкого поведения. Кто? Бутана. Кто? Я просто не чую, и он... Проститутка. А, проститутка! А, да понятно. Чуешь, девочка? Так а что ты? За деньги спишь. Так и ты, бабушка, за деньги спишь. И что, много ты зарабатываешь? 100 долларов. Час. Я бы за такие деньги и не просыпалась, я бы. Слушай, Петровна... Чуешь, я тебе знаю, что скажу. Я тебе всякий раз сказал. А у меня внученька, хорошая девочка, умненька, в Шевченко учиться. И за час всего 40 баксов бере. Так при чём здесь ваша внучка? Пожалуйста, пустите меня в свою квартиру. Ну что я вам такого сделал? За что вы что? Чё сделал? Чё сделал? Вчёра в мене влил бутылку водки, усыпил, вывалял грязи и оставил меня перед подъездом. И кто её знает, может, обесчестил. Та ну, та ну вы шо, это не я, ну... А если скажешь завтра на собрании шо ты, пущу. Хорошо, скажу, всё, что угодно, только пустите, пожалуйста. Но мне осталось... О! Шо? Дванадцатая година! И шо? Пересменка! Блин, нафига я купил квартиру в этом ЖК? Английский квартал, ну... Пойдём в ракету! Ракета! Давай, давай, давайте, команда, команда! Всё! Ха-ха! В этом году, друзья, мы получили новый парламент, который иногда ведёт себя как старый. Так, к примеру, совершенно недавно один из украинских слуг народа попался на переписки с девушкой лёгкого поведения. Другими словами, слуга искал себе госпожу. Сам депутат заявил, что это была провокация. Впоследствии он оправдывался даже перед президентом, но сложнее всего ему было оправдываться перед своей собственной женой. Итак, давайте представим кабинет депутата ВР Богдана Ерёменко. Смотрим. Богдан! Богдан, ты где, зараза такая, а? Ты где? Я тебя сейчас убью, а? Все новости о тебе говорят. Любима? А как тебя сюда в Верховную Раду пропустили? Как меня пропустили? А очень просто. Я сказала, что я к тебе на час. Так меня сразу к твоему кабинету и провели. А? А ты чё в трусах, а? В смысле? Ты чё в трусах, я спрашиваю? Президент звонил. И что? Штаны в ванной застирывал. О, в ванной. А кто это у тебя там в ванной, а? А это я тебе сюрприз решил сделать. Ты же давно котёнка хотела. Вот я купил. Котёнок, ну потише там. Что? Что? Какой котёнок? А ну отошёл. Отошёл, я сказала. А-а-а! Сюрприз, да? Котёнок. Всё-таки тогда договорились по цене, да? Что ты несёшь? Милая. Кто это такая? Я тебе сейчас всё объясню. Понимаешь, после всех этих фейков в интернете, мне стало плохо. Я вызвал скорую. Ага. Скорую говоришь, да? Богдан, знаешь что? У тебя что в фейсбуке, что в жизни? Отмазки тупые. А что это у вас там? Открытая пачка презервативов, а? И двух, кажется, не хватает. А? Это я взяла. Да? Да. У нас в больнице бахил не хватает. Вот я взяла, чтобы меня топтать. Девочка, меня только лечить не надо. Чем ты тут с мужем моим занималась, а? Я не могу сказать. Это врачебная тайна. Я давала клятву Геворгяну. Кому? Может, Гиппократу? Я не знаю такого. Нас Геворгян курирует. Слушайте, милая, мне уже немножко легче. Держите сто долларов и идите. Спасибо. Большую помощь. Какие сто долларов? Ты же говорил, это скорая помощь. Точно? Сто три. Держите. Значит так. Что? Богдан, я, конечно, не знаю. Может, я перегибаю. Но вот эта девица не очень-то на скорую помощь похожа. Любимая, ну хотя бы ты не верь этой ерунде. Но ты же знаешь, что у тебя самый честный, самый верный муж в мире. Только не в шкаф. А это еще что такое, а? Это кто? Понимаешь? В каждом кабинете Верховной Рады должен быть огнетушитель. Так. А мне не досталось. И уборщица, тетя Зина, мне пожарную поставил. Пожарную? Да. Так, а ну-ка, девушка, давайте. Тушите пожар в другом месте. И пожар свой. Давайте, забирайте. И огнетушитель тоже. Тетя Зина пожарная. Пожарную, да, тетя Зина. Она что, совсем дура твоя, тетя Зина? Откуда я знаю? Слушай, ну хочешь, давай прямо сейчас у нее спросим. Она что, тоже здесь? Тетя Зина, ты что, дура, а? Да какая она уборщица, что ты мне лепишь тут, а? Да уборщица. Да посмотри, она вон с ногами на стол забралась, девушка. А ну-ка, тетя Зина, какая ваша прямая обязанность? Убираться. Убираться? Это убирайтесь отсюда. Ты посмотри, а? Ну что ж ты будешь делать? Ну, милая, ну не нужно. Ну, ну, это какие-то стечения. Ну, ты что, ты посмотри, у тебя засос, вон, засос. Да, засос. А знаешь, что поставил? Кто? Разумков. За то, что закон отличный приняли. Да? В шею? Конечно, в шею, не в губы же, мы все-таки мужики, блин. Так, ладно, Богдан, я сейчас буду их искать уже везде. Где ты их прячешь? Да нет никого. Никого нет. Это действительно было пожилки. Я не понимаю, это... Ух ты, Мария Ивановна. Мария Ивановна? Это кто? А про вас я совсем и забыл. Любимый, ознакомься, это Мария Ивановна, учительница из подшифтной школы. Да ты что? С бутылкой водки? Трудовик? Ты заврался окончательно. Просто я не знаю, как тебе не стыдно. Ну ты же депутат Верховной Рады Украины, а врать не умеешь. Да потому что я не вру, не вру я тебе, серьезно тебе. Пожалуйста, у меня от тебя секретов нет, на, держи, на, на, давай, 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 просто смешно. О, пожалуйста. Ну. Одна из первых. Жанна Би. Это кто? Это номер Жанна Беленюка. Катя Сто. Ты что, совсем офигел? Ты цены уже указываешь? Значит так, Катя Сто, это Катя, менеджер СТО. Все? Не, все. Почему у тебя СТО цифрами написано, а? Какой-то кошмар, а? Богдан, ну сколько ж можно-то, а? Что? Ну что же это происходит? Да что происходит? Да господи ты, боже мой. Ну подай хоть какой-то знак моей жене, что не обманывай ее, блин. В смысле? За жену вообще-то надо доплачивать. Матери Божьей, я уверовал. Да какая она монашка, ты посмотри на... Да, да, я монашка, да, вот тебе крест. Матушка, матушка, перед лицом Господа клянусь, что не изменял своей жене. Ага, а ну на колени. На колени? Да не ты, господи божий мой. Встань. Что вы мне тут балаган устроили, а? Знаете что? А ну пошли нафиг. Опа. Подождите, а деньги на храм? Ну какой храм? Ну который я ему восстанавливала. Что? Ну благотворительность, ну грех не дать. Богдан, да что ты устроил-то здесь, а? Мы же с тобой жили нормально в церкви, венчались. Что ж ты? Платок есть у тебя? Не могу смотреть, как ты плачна. Ой. Все. Все, не могу тебе больше сердце рвать, блин. Правду скажу. Не монашка это. А кто? Майор СБУ. Замбаканова. А чего она в таком виде? Слушай, а как по-твоему должен выглядеть человек, который борется с чертами? О, я поняла. Будь на амбразуру, теперь надо другим местом. Бросались на амбразуру. Я говорю, понял. Так что, дорогая, если вдруг я погиб, ну передай детям, что папка у них герой. Может, даже в мою честь город назовут. А ты что, прям целый город? Да, город Ереминц. Город-герой-любовник. Город-герой-любовник. А мы продолжаем. Вы знаете, говорят, какая страна, такие водители. Так вот, Анатолий никогда не пил за рулем, потому что боялся расплескать водку. Да. Совсем недавно для водителей, которые, ну, любят выпить за рулем, появилась услуга «Трезвый водитель». Итак, случай на дороге. Смотрим. Мужчина, мужчина, мужчина. Трезвый водитель. Очень приятно, пьяный водитель. Давайте, присаживайтесь, поедем, давайте. Мужчина, мужчин, мужчин, поедем давайте. Поедем. Трезвый водитель, говорю. А, да, да. Поехали. Так, где у вас, что у вас? Что у вас за автомобиль такой вообще? Сейчас скажу. Санг Чонг. А почему рулят Рено? Просто на родном руле подушка стрельнула, я поменял на Реношный. В ДТП попали, да? Нет. Просто стояла, она стрельнула. Видимо, на Китайский Новый Год. Как завести ваш автомобиль? Очень просто ныряй вот так под руль рукой. Ныряй, ныряй. Ныряй вот так, да. Просто... Глубже, глубже ныряй. Ныряй. Вот как рака достаешь из норки. Еще глубже? Да, 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 ныряй. Ау! Укусил? Укусил? Ага. Что это? Это бесключевой доступ к зажиганию. Санг Чонг. Говорите адрес, куда едем? Никуда не едем. Стоим или что? Да, просто стоим. Нет, тупо просто стоять, да? Давай, боремся. Боремся. У нас еще 7 минут есть, давай. Борба! Что вы напились-то? Братан, у меня сын родился. А, понятно. Поздравляю вас. Спасибо. И жену вашу поздравляю. Не надо. Жену не надо, она не в курсе. Слушайте, вызвали бы такси, было бы быстрее, дешевле. Не, не, я этим таксистам не доверяю. Они ненадежные. Они за рулем бухают, как собаки. Слушайте, вы откуда знаете? Ну я таксист. Кстати, мы сейчас на заказе. Я говорю, у нас 7 минут есть, давай поборемся. Борба! Стоп, подожди, стоп. Вы что, меня вызвали, чтобы потаксовать? Ну да. А что? Не, ну машина же не должна простаивать. Не, в ноль работаю, конечно. Ну вот эти вот рейтинги, звездочки, это же наше все. Понятно. Понимаешь? Здравствуйте. Такси? Прекрасно. Давайте скорее будем ехать, я очень опаздываю в аэропорт. О, погнали, вот сейчас. Давай, давай, подрули, поехали. Подождите. А что это у вас в салоне пассажир делает? Я не пассажир. А кто? Я водитель. А я трезвый водитель. Слушайте, нет времени разбираться, давайте поедем. Я надеюсь, везти меня будет трезвый водитель. Не переживайте, везти вас будет трезвый водитель. Прекрасно. А плохо себя везти будет пьяный водитель. Уберите руки свои, что вы себе позволяете. Ненавижу пьяных, фу. Поэтому из страны улетаете, да? Что? Слушайте, сидите, молчите. Алло, алло. Да, да, дорогой, уже еду, да, в такси. Двумя мужиками. Да нет, нет, все нормально. Что еще не было? Я перезвоню. Слушайте, успокойтесь. Я же попросила, помолчите. Извините. Извините, заснул. Не богу, клянусь, заснул. Пристос же такое, да? Послушайте, а... Можно я, чтобы не засыпать, шансон включу, вы не против? Против. Тогда включу дурака и включу шансон. Слушай, а можешь остановить на 5 минут на обочине? Выйдешь, оставишь нас, найди, нет, пожалуйста. Зачем? Фу, ты не туда сказал, да? Можешь остановить на обочине на 5 минут, выйдешь, найди. Нет, все. Она в курсе. Она уже в курсе, понятно. Ну тогда рассказывай, что ты? Что тебе рассказывать? Ну, истории какие-нибудь интересные. Ты же таксист, у тебя должны быть истории интересные. Да нет никаких у меня историй. Как это? А вот это, когда ты приходишь на вызов, а там пьяный водитель, а ты трезвый водитель. И приходит потом деваха садиться. Деваха такая, она твердую, крепкую четверочку. Что? Что, неинтересная история, что ли? Неинтересная история. А если мы в эту историю добавим ручничка? А-а-а! А-а-а! Я не переживаю, он оторванный. Это ж Сан Чонг. Не бойся, малышка. Не беспокойся, малышка. Ты что делаешь? Фу ты чёрт, что я вас путаю постоянно? Вы что, сёстры, что ли? Что? Стучит кто-то, слышали? Стучит кто-то? Сидите, я открою. Так, открою мы на скорости. Просто скажи, кто-то есть в багажнике или нет? Есть. Тесть. Тесть в багажнике? Тогда слушай до конца. Есть. Тесть. Твенно нет никого в багажнике. Кто стучит, блин? Откуда? Девушка, это вы там стучите в багажнике? Да я вообще ничего не делаю. Слушайте, а как это вы билет на самолёт купили, если вы вообще ничего не делаете, а? А ну, подожди, остановим, подожди. У вас есть рассчитаться за проезд? Да всё у меня есть. Я собираюсь рассчитаться с помощью пайпаса. Не, 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 не пойдёт. Не надо. Вот там у себя на курорте можете пайпаса. А нам, пожалуйста, наличными рассчитайте. Всё, хватит. Я сейчас вам дам наличные. Давай. Сейчас, секундочку. Вот, возьмите, пожалуйста, деньги. И действительно, остановите машину, я другое такси вызову. Подожди, подожди, не останавливай. Не останавливай. Это может быть западня. Ты сейчас остановишься, она тебе третью струну от гитары на шею накинет. Всё. А меня сделать виноватым. Хватит разговора. Вообще я не понимаю, что я это всё терплю. Я сейчас позвоню. А знаете, кому я звоню? Папе. А папа у меня в СБУ работает, между прочим. Я ему сейчас всё расскажу. Вам конец вообще. Вот тебе ответ на твой вопрос. На какой? Ну ты спрашивал, кто там стучит. Вот она, СБУшная стукачка, собственная персона. Хватит позволять. Ну смотрите, вон полицейский вас остановил. Приехали, блин. Только говорю я, хорошо, молчи, всё. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша машина проходит по ориентировке. Можно документы? Дай документы, пожалуйста. Да чё я? Тебя спросили, ты давай. Слушай, не морочь голову, дай документы и поедем уже. Ты чё? Товарищ капитан. Да. Вам нужны мои документы? Ваши нет. Разбирайся. А в чём, собственно, причина остановки? Просто нам... Багажник откройте для осмотра. У нас нет багажника, товарищ капитан. Как нет? Вот так вот. Такое конструкторское решение, без багажника. Станчонная машина. Не-не-не, туда не смотрите. Там вот эта линия багажника фломастером нарисованная. Да. Такой эффект присутствия багажника. А что вы мне голову морочите? Я говорю, багажник открываем. Открой ему багажник, пожалуйста. Да нельзя открывать багажник. Потому что... Ты какой водитель? Трезвый. А я пьяный водитель. А там в багажнике связанный, избитый, немножечко грустный, немножко униженный водитель. Ты чё, живого человека в багажник положил или что? Да чё сразу живого? Да чё, я чё, он же стучал. Ты чё, понимаешь, что меня впутал в эту историю? Я соучастник, получается. Не переж... Не переж... Вот смотри. Товарищ капитан. Да. Отпускайте нас, пожалуйста. Мы едем сотрудничать с органами МВД. Нам срочно. Интересно. Каким образом? Дело в том, что мы поймали особо опасную проститутку. Везём её сдавать. Кого? Какую проститутку вообще? Тихо там, Шушара! А ну что? Перестань, перестаньте орать на меня, товарищ полицейский. Ну какую проститутку? Посмотрите на меня. Я вообще в аэропорт еду. Опаздываю. Вот, аэропорт. Международную проститутку мы поймали. Слушайте, успокойтесь уже, что вы выдумываете здесь всё время. Тихо, тихо, тихо! Так, подытожим. То есть у вас в машине сидит проститутка, а в багажнике связанный человек, а водитель пьяный в дрободан? Не смею задерживать, езжайте. В смысле езжайте? Езжайте, езжайте, всё в порядке. То есть вас ничего не смущает или что? Я объясню. Дело в том, что по ориентировке у нас проходит автомобиль Чанган, а у вас Рено. Так что, сглаз моих счастливого пути. Точно? Ниссан Чонг. Чанган машина называется. Давайте поедем уже, ради бога. Я паспорт в аэропорт. Ставлю вам три звёздышки за обслуживание. Вы меня не подсказали. Не надо, рейтинг это. Дорогие девочки, женщины, все представительницы прекрасного пола, мы вас очень любим. И, знаете, вы буквально во всём лучше нас. Сто процентов. Да. Было бы идеально, если бы вы смогли заменить нас во всём. Ну вот, скажем, например, было бы неплохо, если бы женщины были матросами. Да. Представляете, женщину, у которой нет вопросов. Это золото, а не женщина. Согласен. А суди, суди. А что ж. Это совсем недавно, до недавнего времени. Принято было считать самыми беспредельными судьями, судей Печерского суда города Киева. Но тут появились одни, женщины, футбольные суди. Смотрим. Ну, шановные болевальники, матч добегает конца. Динамо програёт с рахунком 5-0. Неочекованный результат не обошлось без судебской помилки, «Але це футбол». До зустрічі на матчах чемпионата України. Вов, я дома. Привет. Дальше не подходи, судья. Вов, давай спокойно, может. Живи теперь тут. Вовочка, может, давай сразу, я два дня у мамы поживу, как в прошлый раз, ты успокоишься и нормально... Не получится. Папа твой тоже смотрел футбол. Вов, послушай, давай на чистоту. Ну, я всё понимаю. Динамо проиграла, ты расстроился. Ну, Вов, судила же я честно вроде. Ты судила. Ты понимаешь, что ты сделала? Дать шесть прямых красных карточек за один матч? Ты зачем дала шесть красных карточек? Прошу тебя, не ругайся. Я просто жёлтые дома забыла. Ах, 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 ах. А я удивлён. В прошлый раз ты красные карточки дома забыла. Ты дала три из жёлтых карточки одному игроку. Лучше б ты ему просто дала. Три раза. Мне б не так стыдно было перед мужиками. Ты говоришь вообще. Подожди. Хост. Алё. Да. Сам ты дура. Ты понял? Сам ты, зараза. Это я тебе шесток туда засуну. Ты понял? Ещё одно такое слово против моей жены. Я тебе голову оторву и в футбол буду играть. Кто это звонил? Папа твой. Волнуется. Видишь, папа волнуется. Папа волнуется. Я не могу сам понять, как можно было дать шесть красных карточек. И при этом ни разу не свистнуло. Ну, я просто свисток тоже забыла дома. Ты свисток забыла? А я-то думаю, что ты после каждого нарушения на игроков шипела? Змея ты, Лена. Ну, Вова, ну хватит. Слушай, я всё понимаю. Ну, ты расстроен. Твоя любимая команда проиграла. Ну, я правда, я ничего не могла сделать. Ты что, не могла помочь, ребят? Да как? Как это? Как это? Можно было как-то, я не знаю, там, ну, как бы подыграть. Чтобы они хоть отыграли, чтобы не сухая, чтобы не так стыдно. Ты что, не могла им пенальти нарисовать? Так как я тебе его нарисую? Его там не было. Ну, брови ж ты себе как-то нарисовала. Хотя их там тоже не было. Это какой-то кошмар. Боже мой, ты похоронила. Ты же взяла. Ты похоронила 11 футболистов. Ты хуже, чем судья из 10 негритят. Да, ты уже. Вон, пожалуйста, ты открой фейсбук. Тебя судья Печерского суда приглашает в одну группу. Судьи-изгои. Слушай, хватит. Там один пенальти все равно ничего бы не решил. Они играли плохо. Вообще не понимаю, что ты за них болеешь. Вот при Лобановском, кстати, они играли намного лучше. Намного. Да ты при Лобановском тоже выглядела лучше. Намного. Но я же как-то с тобой живу, играюсь. Ну, ладно, не можешь помочь. Зачем ты мешала ребятам? Так, господи, как я мешала им? Как ты мешала? Ты же сама один гол забила. Сама взяла и забила. Ну, слушай, ну это случайность была. Там рикошет. Охренеть. Забрать мяч у футболиста, отвести полкоманды, удалить вратаря и ударить пустые ворота. Это не рикошет, дорогая. И как можно? Они же только взяли, они же только взяли молодых пацанов, у которых хотя бы ноги бегут в одну сторону. Ну, в зоне, знаю. Послушай, я старалась. Ну, честно, я старалась быть объективной. Старалась судить, честно. Ты сам видел. Я в первом тайме помогла команде слева, во втором команде справа. Нет, ну это дно. Все честно. Ты вообще кукукнулась? Они в перерыве местами меняются. Ты что, вообще? Блин. Все не понимают, что Азов в футболах. Так что я понимаю. Иди сюда. Начнем с самого начала учиться, господи. Итак, представь. Мамочки мои, представь себе, что твоя голова как мяч. Представила? Ну, допустим. Вот так и есть. Теперь посмотри, иди сюда. Теперь подойди, посмотри. Посмотри, что пишут нам, вон, пожалуй, под окнами. И посмотри, на асфальте, что ультрас написали тебе. Ивоненко гимно. Значит так, дорогой. Это не ультрас, а соседи. Не мне они написали, а тебе. И читаем до конца. Ивоненко гимно за собаку и убиры. Понятно тебе? Так что давай, за собакой заодно мусор вынесешь. Я не могу мусор вынести. Нормально. Я сегодня 10 раз мусор выносил. Так нам соседи его обратно в окно запихивают. Что, серьезно? Да, серьезно. Ты понимаешь, до чего ты довела двор, а? Вчера два парня из нашего двора хотели два раза тещу изнасиловать. Как? Быстро, по-доброму. Говорят, давайте мы вам новую дочь узабацаем. Так, Вова, не выдумывай. Не выдумывай. Слушай, не выдумывай, пожалуйста. Из-за того, что я работаю судьей, у тебя у единственного персональная ложа на стадионе. Да это просто со мной никто больше не хочет сидеть на одной трибуне. Слушай, не рассказывай. Ты понимаешь, ты подрываешь авторитет нашей семьи. Нашего сыночка в садике называют теперь чмом. Вов, ну давай уже не будем. Его и раньше дети так называли. Теперь воспитатель подключилась. Какой кошмар. Ты понимаешь, что происходит? А мало тебе этого всего. Ты же, видишь, наш бюджет семейный тоже подрываешь. Ты понимаешь? Семейный бюджет. Не поняла. А как это я семейный бюджет под... А ну-ка, стой. Ты шо, ставки сделал? Большие выигрыши. А-а-а. Понятно. Сколько проиграл? Да там... Сколько? Ну помнишь, я тебе хотел на день рождения подарить кофемашину. Ну не подарю. Ты шо? Ты шо, проиграл 9 тысяч гривен? Она шо, стоит 9 тысяч гривен? Ух ты, ёлки-палки, а? Тогда две. В смысле? Что? Ты шо, проиграл 18 тысяч, Вова? 2 на 9 будет 18? Тогда три. Это... Вова, это я в шоке. Как ты мог, а? Я ж нормально тебя просила, как человека. Завязывай со ставками. Денег нет. Я тебя тоже просил, нормально, как человек, когда ты судила Лигу Чемпионов. Я тебя просил, пожалуйста, дорогая, ну возьми автограф у Криштиану Роналду. Ну мужикам похвастаться, ну возьми у Криштика автограф. Ты шо, с ума сошел? Так я взяла у него автограф. Дед ты взяла? Шо мне теперь пацанам грудь твою принести? Вот, посмотрите, вот расписался. Да ладно, ничего не надо нести, уже все все давно видели. Шо? Давай спать. Давай? Пошли спать уже. Пас? Устали все. Ладно. Ну шо ты, вот ругаешься на меня, между прочим, секс в у нас стало лучше, секс стал лучше, страсти стало больше. Это не страсть, это месть. Ой, иди уже красную сейчас в любую плюстигой, давай, месть от него. Иди. Ваши аплодисменты. Владимир Зеленский, Елена Кровец. Уявить собі, десь високо-високо у Карпатських горах, де смереки вже ростуть не так густо, де транспорт з міста приїжджає раз на тиждень, живуть і працюють двоє кумів, які вже дуже давно не бачили жінку. Кума, я вас дуже прошу, будь ласка, сексу і так давно не було. Гей, ти постійно на нього надякаєте. Це ви про що? Ви або з'їжте ту булку, або перестаньте її м'ять в руках, ви всі булки перем'яли вже дома. У мене просто кума секс був в останній раз ще при Ющенка. Як це при Ющенку? Там така ситуація була. Значить, з дівочкою сижу в бані, двері відкривається, Ющенка заходить. І ось так, так все, тихо, треба відволіктися, давайте в города пограемо. Давайте. Івано-Франківськ, Київ. Верхньопопськ. Круто тить кого? О, це Груцьк. Класно бабсько. Куми, сили нема вам брехати, нема таких міста, що ви робите зіми губами. Чуєте, куми? А гляньте, ото у бєлочки на голові не цицькі. Ні, то вуха, куми. Так. Чуєте, а оце на смиреках не цицькі висять? Ні, то шишки, шишки. Чуєте, а воно корову бачите? Ну. В неї що, теж цицьок нема? В неї є. Тива. Крова, а на голові цицькі. Я вас дуже пробуд, ласка, зупині. Все, все. Чуєте, куми? А бачите, вон маленький кротик в норку? То залізає, то вилізає. То залізає, то вилізає. То згод, паскуднік, що ж він робить? Тихо, тихо, тихо. Нам залишилось терпіти ще трошки. Тому що я минулого тижня визвав нам жінку лёгкого поведення. А-а-а! Так, уазик зараз приїде. Минути на минути. О! Чуєте? А ви хто? Як хто? Я так, то зробить вам приєтно. Походу, субсидію привезли. Чуєте, так, а що ви тоді стоїте? Ви проходьте, розполагайтеся. Будьте як вдома, але не забувайте, що ви проститутка. Що, мальчики, давно секса не було, да? А ви коли сюди їхали, чули, як вовки вийуть? Да. Так у нас тут вовків немає. Тихо, 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 тихо. Все, все, все. А де ж ваші жіны? Тут недалеко, посуд ми. В смысле, на кухні? Ні, чо, в Польщі, чо на кухні? А-а-а. Що, мальчики, як ви планировали вдвоєм? Ти шо, прикалуйся? В смыслі вдвоєм? А на шо ми тебе визивали? Я поняла, така шутка, да? Ну, ладно. Расскажіть, де у вас тут душ? Ви мали на увазі дощ. Ні, я мала на увазі, де вода, щоб я могла себе в порядок привезти. А-а, холодно на кухні? Хорошо, а тепло? А тепло в черні. Молодець. Похоже, я попала, да? Мальчики, а средства защиты у вас є? Конечно є, Юрко, не ці ікону. Що ти стоїть, да? Каку ікону, ви шо? Ого! Я смотрю, с опытом у нас проблеми, да? У мене ваше проблем нема, я в постели хорош. Вон, коли останній раз на жінку залазил, вона мені така, все, все хорош, 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 хорош. Не, так подожжите, а шо це ви нас питаєте? А шо ви в лишку можете? Шо я можу? А ну, давай. Мої котики, нате, а вот мой прайс? Можете ознакомиться. Котики, пр... Пройс? Пройс? Це ж куда? Це, ого! О, а усе... Це ішо... Я всього-всього вмію тіки спати, куми. Що ви? Що у мене ігрушки єсть. Ага, бачили, тут як в тіре, якщо вдалострельно, ще і ірушку дадуть. Чуєте, кума, шо таке БДСМ? БДСМ? БДСМ. Це, мабуть, скорочена молитва, така, боже, дай сейл мені. Боже, дай сейл мені. Боже, дай сейл мені. Послуште, я забыла підупредити. Що в порыві страсти я можу розцарапати вам спинку. Та ладна, шо там ваших ніг такі... На нас чораз хобом ризь напала. Та вона мені спинку розцарапала. Я ж не дві години боролся. Чесно кажучи, якщо б вона не здохла, ми б вас і не визивали. Так, ну... Просто нема... Ребята, ну ви не знаєте, що я могу? У меня... О, ролеві ігри, хочете? У мене є костюмі, медсістрічка, полицейська, шкільниця. У нас свій якось. Какій? Можете шкуру ризь і вдянуй? Так, мальчики, давайте так, сразу нет. Хорошо? Ну що, може приступимо якось? Да, давайте приступай. Так, нам треба якось зажечся. Завесісться. Чоти, шановна, а ви в другому турі за кого власували? За Порошенка, а що? Що такое, я не подиваюся. Це нам додаст вогню. Так, перестаньте. Перестаньте. Так, ну слушайте. Не думайте, що ви... Я не поняла, щас, це що було. Давайте лучше сразу о деньгах договоримся. Давайте, сколько? Сок. Ну, сколько, сколько? Первый час – 1000, второй – 500. А можна ми зразу со второго часа почнемо? Якщо можна? Мальчики, послушайте, мені вообще все равно. Начинайте, коли хочете, но всього с вас 1000. 1000 евро. Це за шо? Це за рік? Це за 7 днів, малыш. За мной же УАЗик. Тільки через неделю приєдет. 1000 евро за 7 днів. Чо це? Давайте наоборот. Ви нам 1000 евро і можете цілий тиждень нас... Куда? Ну, такі днів. Не треба. Слухайте, мальчики, а давайте щас разговор буде короткий. Либо діньки, либо расходимся. До побачення. Тихо, тихо, тихо. Що значить до побачення? А ви сказали або діньки, або до побачення. Ми сказали до побачення. Тихо. Дякую за перегляд!